Ледовый дворец не станет преградой на пути к дому для жителей улицы Генерала Мельника. Об этом телеканалу НТС сообщил директор департамента капитального строительства Гапиционов. Грунтовая дорога около ЖСК Тополек-2 останется доступной для местных жителей во время и после строительства спроектированного здесь крытого катка. По словам Гапиционова, дорога, которую в конце прошлой недели пытались перекрыть строительным забором, не входит в границу участка, на котором будет построен Ледовый дворец. Я могу прокомментировать это следующим. При вынесении геодезических отметок в установке строительного забора были допущены некоторые неточности, они уже скоординированы. Забор сейчас становится прямо по границам земельного участка. Проезду гражданам, которые проживают в данном районе, никаких препятствий осуществляться не будет. Проезд открыт, дорога открыта. По словам главы департамента Капстроя, проект Ледового дворца на улице генерала Мельника начал разрабатываться в 2018 году. Как сообщил Иларион Гапиционов, проект получил положительное заключение архитектурного совета. Проект прошел государственную экспертизу, соответственно, все отступы, снипы и нормы соблюдены. На это получено положительное заключение государственной экспертизы. Заказчикам Единой службы Дирекции капитального строительства подано заявление в Департамент архитектуры и градостроительства на выдачу разрешения. Сейчас ведется подготовка к выдаче данного документа. После этого подрядчик приступит уже полноценно к выполнению строительно-монтажных работ. Сейчас на участке площадью более одного гектара, отведенном под строительство крытого катка, ведутся подготовительные работы. По словам Илариона Гапиционова, в ближайшее время будет установлен информационный щит со всеми данными объекта. Могу сказать следующее, что это первый ледовый каток, который будет реализован в рамках федеральной целевой программы. Срок его строительства 18 месяцев. Ледовый каток общей площадью 10,5 тысяч квадратных метров будет оснащен ледовой ареной 60 на 30, хореографическим залом, залом специальной технической подготовки, кабинетами массажа, реабилитационного центра восстановления. Кроме того, согласно проектной документации объекта, вокруг трехэтажного здания предусмотрено благоустройство и озеленение территории. На прилегающей местности будут организованы парковка, два подъезда к катку и пешеходные дорожки. Напомним, в начале нынешней недели в редакцию телеканала НТС обратились собственники домов ЖСК «Тополек-2» на улице генерала Мельника. Прямо перед воротами их частных домов рабочие пытались установить строительный забор, перекрыв тем самым единственный проезд к крайней левой линии кооператива. Прибывший на место глава городской единой дирекции капитального строительства Вадим Бабкин пообещал, что проезд для местных жителей будет сохранен.